Центр исследования историко-культурного наследия Атраусской области представил новую книгу. В сборник выпущенный в рамках программной статьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» вошла в историю 40 населенных пунктов Атраусской области в период XVIII и XX веков. Книга издана на казахском и русском языках. В книге история населенных пунктов в зависимости от времени их создания и территории размещения поделена на три части. В частности, в первой описаны населенные пункты, расположенные между реками Уилл и Ижем. Во второй – на побережье Каспии, и третья часть посвящена торговым и промышленным центрам, созданным в 20-х годах XX века. За два века на территории Атраусской области появилось порядка 40 населенных пунктов. Первый из них – это город Атрау и самый последний поселок Макат. В книге впервые опубликованы некоторые картографические материалы, фотографии и архивные документы из российских архивов. Также уникальные данные касательно описанных населенных пунктов. Книга тиражом 500 экземпляров охватывает двухвековую историю 40 населенных пунктов. Особенностью сборника является альбом с фотографиями и географическими чертежами из российских архивов, а также ранее не опубликованные данные и исторические факты. Однако еще много населенных пунктов, которые не вошли в сборник. Их история требует изучения, рассказывает автор книги. В рамках написания данной книги в первую очередь были организованы экспедиции в Оренбург, Астрахань, Российской Федерации и Алмату. Чтобы восстановить исторические границы исчезнувших населенных пунктов. Книга была издана в конце прошлого года. Однако из-за пандемии мы смогли презентовать ее только сейчас. Презентация сборника состоялась в областной научно-универсальной библиотеке имени Габдула Сланова. Участие в мероприятии приняли представители культуры и искусства, ученые, историки, краеведы, которые дали свою оценку новой книги.